Скопления звезд, как фейерверки, сверкают в нашем небе, что делает их одними из самых любимых целей для астрономов. Хаббл внес свою лепту в изучение этих космических елочных игрушек, делая снимки и исследуя их секреты. Новый снимок Хаббла показывает шаровое скопление М15. Оно замечательно тем, что, кроме того, что в нем 100 тысяч старых звезд, в его центре есть что-то темное и загадочное. Звездные скопления — одни из самых красивых объектов в нашем небе. В эти годы Хаббл видел многие из них, но не настолько стильные, как это. Для астрономов эти скопления исключительно полезны. Что они могут нам рассказать о Вселенной? Существует два основных типа скоплений звезд — рассеянные и шаровые. Считается, что большинство звезд, включая Солнце, образовались в рассеянных скоплениях — группах из тысячи звезд, слабо связанных гравитацией, чья судьба, с ростом возраста скопления и рассеяния его газа, разбрестись по галактике. Шаровые скопления — совсем другие. Они представляют собой большие шары из старых звезд, которые обращаются вокруг центров галактик. Многие из них сохранились еще с тех времен, когда маленькие галактики были поглощены их более массивными компаньонами при эволюции Вселенной. Хаббл исследовал множество шаровых скоплений. Во Млечном Пути более 150 этих звездных спутников, а острое зрение Хаббла может разрешить их на отдельные звезды. И это позволяет Хабблу исследовать звездные скопления в удивительных подробностях. Хаббл сделал один из самых глубоких, самых детальных снимков другой галактики — Туманности Андромеды, на котором видны отдельные скопления звезд, которые удалось даже разрешить на отдельные звезды. В NGC 6397 он обнаружил население белых карликов. Эти древние, умирающие звезды — самые тусклые из всех, которые когда-либо видели в шаровых скоплениях. И эти исследования привели к первым точным измерениям возраста скоплений. Хабблу также удалось обнаружить самое большое собрание шаровых скоплений — 160 000, которые роятся вокруг центра скопления галактик Абель 1689. Он проник также в скопления Млечного Пути, чтобы оценить, сколько в них звезд разного возраста, и исследовать, почему в одних звезды разных возрастов, а в других — практически одного. И теперь Хаббл смотрит на скопление Месье 15 — одно из самых старых скоплений нашей галактики возрастом 12 миллиардов лет. Этот снимок М15 напоминает искрящийся фейерверк с золотыми и яркими голубыми звездами, наполняющими собой весь кадр. В М15 есть также планетарная туманность по имени Пиз-1, что делает его первым скоплением, в котором обнаружены подобные туманности. И даже сейчас мы знаем всего лишь три подобных скопления, в которых есть такие планетарные туманности. Но не все то, каким кажется. У этой искрящейся игрушки есть свои скрытые секреты. Астрономы, которые в 2002-м изучали М15 при помощи Хаббла, нашли там что-то темное, загадочное, что прячется в самой его середине. Это может быть множество темных, исключительно плотных нейтронных звезд, или же редкий тип черной дыры промежуточной массы. Изучение этих необычных черных дыр может сказать нам, как растут и эволюционируют скопления звезд и галактики. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok